Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить о том, о теме, которая сейчас очень активна на просторах интернета, о том, что экономике США все, пришел конец, что там начинается банковский кризис, и это начало конца, что называется. Я хотел бы высказать свою собственную точку зрения по этому поводу, потому что сейчас есть два резко противоположных мнения, одни говорят, что прям Армагеддоне, что все капец, капец, другие говорят, что нифига не капец, на самом деле все у них нормально, экономика сильная, инфраструктура замечательная, основное потребление сконцентрировано в Америке, и поэтому все будет достаточно хорошо. Я бы хотел на самом деле поговорить просто по цифрам, исходя из этих цифр, хотел бы, чтобы вы выводы делали самостоятельно. Смотрите обязательно данное видео до конца, по результатам которого лично я считаю, что те финансы, которые сейчас есть у правительства Соединенных Штатов Америки, это, по сути, конвульсии банкротов. Я здесь постараюсь привести какие-то определенные аргументы. Важно будет, чтобы вы получили эту информацию, оставили свои комментарии, может кто-то со мной будет не согласен, если это будут какие-то аргументированные вещи, будет ценно и полезно лично для меня в том числе. Итак, для того, чтобы начать, я хотел бы привести вот такой вот слайд, да, представьте себе, что вот у нас есть некий такой дядя Сэм. Дядя Сэм, соответственно, имеет следующий параметр своего бюджета. Доходы его составляют 3 миллиона 200 тысяч рублей в год, это 266 тысяч рублей в месяц. Общие расходы в год у него составляют 6 миллионов 20 тысяч рублей, то есть это получается 502 тысячи рублей в месяц. Общая сумма долга, которая есть у дяди Сэм, то есть кредитная нагрузка у него составляет 31 миллион 400 тысяч рублей. При этом проценты по кредиту, которые платят в год, составляют 852 тысячи рублей, то есть 71 тысяча рублей в месяц. При этом доля дохода, которая идет на уплату процентов, составляет 26,6 процентов, то есть ставка кредитования равна 4 процентам. Что вы скажете, да, то есть можно поставить сейчас на паузу, еще раз более внимательно посмотреть данный слайд и напишите, пожалуйста, в комментарии, если бы вы сами были таким дядя Сэмом, как бы вы смотрели на свое финансовое состояние. Еще раз, вы зарабатываете 266 тысяч рублей, в месяц, тратите 502 тысячи рублей в месяц, то есть общие ваши расходы составляют, из которых 71 тысяча рублей, это только проценты на уплату долга, то есть тело кредита вы не погашаете, и ставка кредитования составляет 4 процента. Я часто люблю обращаться к фильму «Игра на понижение», сейчас хотелось бы показать вот такой вот ролик. Давайте перейдем к расчетам, посмотрим, что у нас показывают финансовые показатели, поэтому сегодняшнее видео, оно такое информативное, здесь много слайдов, то есть первое, на что хочется посмотреть, это на то, что происходит с доходами Соединенных Штатов Америки, то есть это на графике вы сейчас видите три основных показателя, это валовый внутренний продукт, реальный валовый внутренний продукт и индекс потребительских цен, то есть инфляция, которая есть в Соединенных Штатах Америки, показатели год к году, синий график это ВВП, красный график реальный ВВП и зеленый график это, соответственно, инфляция. То есть можно увидеть, что у нас было резкое падение и по инфляции по ВВП в COVID-2020 год, после этого, соответственно, мощнейший рост всех показателей, номинальный ВВП, соответственно, просто в космос взлетает, реальный ВВП чуть поменьше, потому что он учитывает инфляцию, но инфляция с небольшим заползанием тоже взлетает и сейчас, соответственно, корректируется, все находится в нисходящем тренде. То есть смотрите, за 2022 год ВВП Соединенных Штатов Америки составил 26 триллионов долларов. Если брать средний показатель по инфляции за 2022 год, он был, соответственно, и ниже 8%, то есть там от квартала к кварталу она колебалась, но все равно находилась на высоких значениях в районе 6-7%. Реальный ВВП за 2022 год составил 20 триллионов долларов. 20 триллионов – это вся экономика Соединенных Штатов Америки, сколько было произведено. То есть падение реального ВВП год в году составило более чем в три раза. Следующий показатель. Есть ВВП Соединенных Штатов Америки, то есть сколько всего экономика произвела товаров и услуг с поправкой. То есть реальный ВВП составил 20 триллионов. А правительство, которое занимает, оно же не весь ВВП себе берет, да? То есть вот от этого ВВП есть некие определенные налоговые отчисления. Доходная часть бюджета Соединенных Штатов Америки составляет от 15 до 20%. Вот в 2022 году эти доходы составили порядка 3,2 триллиона долларов. Ну, я просто нолики убрал, да, в самом начале. То есть мы сейчас посмотрели на доходную часть. Весь ВВП 20, 3,2 триллиона – это доходная часть бюджета. Сколько получает правительство Соединенных Штатов Америки? Вот он показатель, какова доля поступлений в бюджет от ВВП в процентном соотношении. Сколько она составляет? Теперь про расходы. Давайте поговорим про расходы. Сколько у нас правительство Соединенных Штатов Америки тратит? То есть по доходам мы поняли, что зарабатывает 3,2 триллиона. И, соответственно, это еще снижается. То есть если экономика США уходит в рецессию, есть риск, связанный с тем, что ВВП упадет, то реально произведено будет меньше товаров и услуг, потому что потребления будет меньше. То есть есть риск того, что доходы могут снизиться, потому что будет рецессия. Никто из экономистов, на самом деле, несмотря на то, что есть два полюса, одни говорят, что будет Армагеддон, другие говорят, что, в принципе, может быть такая плавная посадка, но практически никто уже сейчас не говорит о том, что рецессии не будет. Рецессия, соответственно, это в первую очередь падение ВВП. То есть основным показателем рецессии, которое бывает, это два квартала подряд падает ВВП. То есть количество произведенных товаров и услуг снижается, и в номинальном, и в реальном выражении. Это в рецессии. Все говорят о рецессии, то есть мы можем констатировать, нет полемики, нет споров по поводу того, упадет ВВП, не упадет, мы уже видим, что он падает. Доходы, соответственно, будут падать. Что у нас происходит в этот же самый период с расходами? Вот это вот расходы правительства, и здесь, соответственно, можно видеть, что расходы правительства Соединенных Штатов Америки в ковидный год вообще были, там в районе 9 триллионов долларов были расходы правительства США. Сейчас эти расходы составляют порядка 6 триллионов. Ну, то есть, опять-таки, в первом примере, который вы видели на слайде, я прибыл, да, 6 миллионов 20 тысяч рублей. Прибавляем просто несколько порядков, да, чтобы привести это на цифры. Получаем 6 триллионов 20 миллиардов рублей. Это расходная часть бюджета, да, то есть сколько, в принципе, расходует правительство Соединенных Штатов Америки. Что у нас проходит дефицитный или профицитный бюджет, то есть разница между доходными и расходами, которые нужно непосредственно покрывать. То есть вот сейчас, в настоящий момент, у нас дефицит бюджета составляет 5%. 5% от ВВП. ВВП 20 триллионов, от 20 триллионов мы берем 5%, получаем цифру там в районе 1 триллиона долларов, да, то есть вот 1 триллион долларов – это просто дефицит, это дефицит бюджета, который, его нужно откуда-то взять. Вопрос, откуда его взять. Его берешь или с доходной части бюджета, но у тебя разрыв более чем 3 триллиона рублей. Или тебе нужно, соответственно, этот дефицит финансировать за счет выпусков новых облигаций. Новые облигации, новые выпуски – это увеличение долга. То, про что, в принципе, сейчас и говорят, да, патологу долго достиг там 31 триллионов долларов, выше уже поднимать нельзя, нужно изменять законодательство. И поэтому, получается, тебе что нужно сделать? Тебе нужно дефицит закрыть, минус, да, потому что ты тратишь больше, чем получаешь. И второе, что произошло по факту, то, что федеральная резервная система США начала бороться с инфляцией и повышать процентные ставки. Все это привело к тому, что у нас, получается, вот он общий размер государственного долга, который на четвертый квартал 22 года составлял 31 триллион 419 миллиардов долларов. Это данные с Фреда, да. И здесь получается, что вот общая задолженность, общий размер долга составляет 31 триллион. И он будет расти. Почему он будет расти? Потому что, во-первых, ты тратишь больше, чем зарабатываешь, и, соответственно, тебе не с чего погашать тело кредита. Второе, что происходит? Происходит замещение. Замещение более дешевого долга, который был выпущен ранее, когда ставка была более низкой, более дорогим долгом. То есть сейчас десятилетние облигации выпускаются там с доходностью 3,6%. И если Федеральная резервная система, а Павел говорит, что мы будем достаточно жестко бороться с инфляцией, будем удерживать какое-то время процентные ставки на высоком уровне и может еще поднять, то процентная ставка преодолеет там значение 5,25%. И в этом случае у тебя дешевый долг начнет замещаться более дорогим долгом. Итак, вот текущие расходы. В течение полутора-двух лет сделаем гипотезу. 4% это текущая стоимость обслуживания долга. Посчитать очень легко, да. У нас есть сумма долга. Долг составляет 31 триллион. Проценты на обслуживание долга составляют у нас 852 миллиарда. То есть мы 852 миллиарда делим на 31,2 триллиона, да, получаем, что текущая стоимость обслуживания долга составляет 4%. 4% это вот размер, сколько нужно платить. И когда говорят о банкротстве, когда я говорю о банкротстве Америки, да, мы получаем, что есть вот некий такой дядя Сэм, да, у которого вот примерно такие показатели. Чтобы не говорить в триллионах и не запутаться в нулях, да, я привел пример такого вот человека, да, то есть вот такого дядюшка Сэма, да, у которого вот такая ситуация. Тогда возникает вопрос, что делать? Что делать правительству? Ну, говорить о том, что у нас долг уменьшится, сумма долга в 31 миллион рублей уменьшится, не приходится, потому что сейчас расходы значительно больше, ну, практически в два раза больше, чем имеются доходы. Надо что делать? Сокращать расходы, увеличивать доходы, отказаться от части обязательств. Ну, то есть есть классические вещи, которые делаются, ну, вот физическим лицом, да, то есть если физическое лицо находится в таком состоянии, что он может увеличить, что он может сделать? Он может, те кредиты, которые он брал, он брал их, как правило, на какое-то потребление, на что-то, да, то есть если он брал, допустим, на покупку телевизора, нового айфона, машины, квартиры, да, то есть за кредитами стоит какой-то определенный актив, который можно продать и уменьшить свою кредитную нагрузку, да, ну, то есть ты понимаешь, что у тебя доходы упали, обслуживать не можешь, чтобы тебя это не утащило там в долговую яму, в состоянии финансовой ямы кредитной, да, то в этом случае ты продаешь просто, да, ты понимаешь, что тебе как бы этого не хочется, но продаешь, на вырученные деньги погашаешь кредит, и ты никому ничего не должен. Правительство этого сделать не может, да, потому что правительство раздавало деньги просто, население выписывало чеки, и у населения ты не придешь, мне скажешь, дружище, я тебе вот в ковидный год выписывал, помнишь чеки? Ну-ка, давайте-ка, верните все это назад. Этого не получится, то есть, так как этого не получится, то, соответственно, получается, мы не можем сократить долговую нагрузку за счет того, что мы будем распродавать какие-то свои активы. Тогда нужно увеличивать доходную часть и сокращать расходную часть. Второй блок, это вообще отказаться от обязательств, ну, то есть, из разряда, кому я должен, я прощаю, да, то есть, это вот неплатежи, злостные неплательщики, да. Опять коллектора ты к правительству Соединенных Штатов Америки не приведешь, да, то есть, там никто не будет звонить по телефону и говорить о сумме задолженности, которая есть, и не хотите ли вы погасить. И в этом случае это будет некое, может быть, полевое решение, но тогда ты столкнешься с вопросом, что ты будешь делать с расходами. Так у тебя в текущий момент расхода 6 триллионов, ну, хорошо, сократятся они у тебя меньше, но у тебя нет доходной части, откуда ты доход будешь получать. Можно рефинансировать часть долга, да, но опять-таки рефинансирование, что сейчас происходит из-за того, что ФРС процентные ставки держат на высоких уровнях, на высоких значениях, происходит рефинансирование долга под более дорогой процент. И тогда мы опять, хотим мы этого или нет, приходим к чему? Мы приходим к тому, что, скорее всего, будет просто запущен второй этап включенного печатного станка версии 3.0, который мы наблюдали. То есть версия номер 1 была после кризиса 2007-2008 года, версия номер 2 была в ковидный год. И здесь получается, что сейчас, скорее всего, выход из ситуации, особенно в предвыборный год, будет заключаться в том, что перед выборами, скорее всего, ФРС снова включит печатный станок, снова начнет печатать деньги, а это уже инфляционная спираль смерти. То есть, эта ситуация, при которой у вас инфляция будет очень сильно расти. Это отдельная большая тема для разговора. Я сейчас привел примеры по конкретным цифрам. То есть, что происходит с государственными финансами Соединенных Штатах Америки. Понятно, что тайминг YouTube не позволяет рассказать в полной мере. У нас 8-9 апреля, соответственно, состоится конференция, на которой мы более подробно разбираем о том, что происходит, какие меры могут быть приняты и что происходит по времени. Небольшой спойлер. Я считаю, что сейчас, в настоящий момент, скорее всего, переживут ситуацию. То есть, не будет какого-то большого бума. Но риск, связанный с тем, что мы войдем в инфляционную спираль смерти, достаточно высокий. Что делать в этой ситуации? Каким образом сейчас формировать портфель? Сколько алоцировать на российском рынке? Сколько алоцировать активов на иностранном рынке? Как можно по-прежнему осуществлять глобальную диверсификацию своих инвестиций? Как ребалансировать свои активы? Как защитить себя от инфляции? Все это разберем на конференции. Подробности по ссылке по данным видео проходите. Я думаю, что это будет полезно. У меня же сегодня на этом все. Если понравилось видео, то, соответственно, поставим лайк. Поделитесь со своими друзьями. Думаю, кому-то будет полезно посмотреть именно на финансовое состояние правительства Соединенных Штатов Америки именно в таком ключе. Буду рад, что если кому-то это будет полезно. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.